хорошо сегодня у нас третье занятие мы продолжаем наши знаки долготы чтобы вы знали это гарм зимы сдан так называем для того чтобы вы знали каких случаях они ставятся вот то есть в прошлый раз самый первый урок мы с вами изучали как меняется знак долготы влияет на долготы назначение слова да потом и несколько примеров брали на прошлом занятии мы смотрели окончание имен прилагательных где было на конце x до x это суффикс по латышски суффикс это педеквысь да то есть вставляется как только появляется суффикс их суффикс их всегда будет иметь длинную букву и да смекликс да смайдекс мы это все проходили то есть помните над буковкой и всегда стоит вот этот знак долготы и всегда будет длинная сегодня мы будем разбирать имена существительные и они скорее по профессиям да по там тем вопросам которыми занимаются люди но поскольку на прошлом занятии были детки которые знали больше слов чем дано было в первых занятиях занятиях то повторим и выучим новые слова да к новым словам у нас будут относиться машина это машина да то есть это это слово у нас прозвучало на прошлом уроке для того чтобы всем было понятно что значит я показываю да дальше у нас было слово бумба она тоже прозвучало вот бумба это мяч и третье слово который тоже прозвучало во время урока это слово спела здесь эта игра ну в качестве примера я пока за показала домино наверное многие знают что такое домино вот но чтобы как бы включился этот ассоциативный ряд что это какая-то игра да я надеюсь что все успели записать если нет то родителям вышла и вышлю презентацию до сможете и и и потом распечатать и может быть записать либо посмотреть на там а я а еще а не да хорошо так вы мне скажите когда я могу продолжать когда все записали очень хорошо да у нас изначально была задумка была задумка такая что мы все-таки этот как бы курс начинаем для тех кто совсем совсем там плохо ориентируется латышском языке для начинающих да как бы отлично если кто-то знает да ну тех кто не знает пускай учат да вы учат вместе с нами вот отлично это очень радует что многие из вас знают слова потому что потом мы будем вплетать предложение сейчас вы увидите как образуются различные формы слов от этих от этих слов которые мы изучили основные я перескакиваю дальше да что стоп не успела ли записать будет презентация потом я вышлю презентацию и вы сможете ее распечатать то есть все будет доступно все материалы будут у ваших родителей не переживайте да можно будет распечатать кто не успел пожалуйста не переживайте хорошо я листаю дальше 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 еще новые слова дэйя дэйя это танец да то здесь а пара который танцует ну судя по всему вальс то есть дэйя этот танец здравствуйте бувы это строение да то есть любое здание любое строение которое каким-то образом возводилась и где могут находиться люди да это можно обозначить слово бувы еще есть слово эко здание но сегодня мы будем использовать именно это слово я вам покажу почему да то есть именно словообразование будем изучать и в нашем случае сегодняшнем это слово будет более уместно да потому что слово здание оно как бы не является слабо образующим а слово бувы является то есть не образует другие слова вот бувы строение да далее бунгас бунгас это барабан можно барабанить есть барабанщик да то есть слово бунгас является слова образа образующими мы тогда с вами тоже поформируем новые слова дальше школа школа да как ни странно слово школа является тоже слово образующим в латышском языке то есть у нас мы не можем сказать там школа школьник мы можем сказать конечно да но в латышском языке учитель например тоже про слово учитель образуется тоже слова школа вот поэтому мы сегодня берем рассматриваем для того чтобы вам было понятно как мы используем вот этот суффикс вот этот альда после корня и и запоминаем что в нем обязательно будет знак долготы обязательно пренепременно хорошо теперь немножко расскажу что я имею ввиду так знаки долготы да по латышским суффикс это педекус я надеюсь что все знают что такое части речи ой части слова извините части слова то есть есть приставка есть корень есть суффикс есть окончание то есть у нас каждое слово состоит из нескольких частей корень это та часть которая у нас не меняется никогда приставка это при за в знаете да как бы в русском языке тоже не есть и они есть и в латышском языке да то есть эта приставка которая прийти зайти выйти например да вот суффикс это то что идет после корня такая треугольничком изначается часть да которая может например грибник ник это суффикс да и окончание да скажем слове гребник окончания нет но в слове гребница гребницу гребницы а у и это окончание латышском языке грамматика в этом плане похоже и я привожу несколько примеров да то есть например мы изучали с вами слова картина да картина нас в латышском языке является словообразующим почему потому что а например мы можем стать глэзно картина что делать глэзнот глэзнот это писать картину да что-то изображать глэзнот айс это будет уже живописец то есть по-русски эти слова звучат по-разному да но в латышском языке слово картина является словообразующим и соответственно она может формировать глагол и и может формировать ну скажем так исполнителя до человека некого который все это делает да эту картину рисует и посмотрите пожалуйста в слове глэзнот айс у нас вот это ай она у нас будет длинной да то есть а будет длинной да вот суффиксе ай появляется а и соответственно знак долготы мы обязательно ставим да и вообще в очень многих словах на самом деле перед буквой е над буквой а ставится знак долготы дальше мы с вами изучали слово гриб да сэме мы смотрели сэне с их было много если один гриб то это сэне соответственно собирать грибы у нас будет ценю от да и грибник у нас будет ценю от айс и соответственно тоже над суффиксом ай обязательно ставится знак долготы и мы это не забываем опять я говорила да то есть это такая очень проблемная проблемный вопрос в латышском языке очень многие не понимают откуда же эти знаки долготы берутся но есть определенные правила и мы сейчас вот изучим x мы выучили сейчас вот ай выучим некоторые слова просто запомним и соответственно если даже вы скажем и над буквой и не услышали тот знак долготы но вы видите что и у вас есть ай вы его ставите но всякая у вас ошибок в словах меньше это уже хороший показатель до сэнь у а тайс звучит а дальше мы изучали слова на прошлом уроке было новое слово руна да потому что мы от слова руна это речь мы производил как бы формировали слово рунный икс говорливый говорящий да и соответственно от слова руна это речь что делать говорить да опять по русскому на русском языке эти слова не похожи но в латышском языке они имеют одно происхождение то есть так называемой темологии этимология слова это значит происхождение слова да откуда оно взялось вот и у нас получается что эти слова имеют одинаковое происхождение одинаковый корень да то есть руна румна и соответственно человек который у нас выступающий с речью вот сейчас я например да я сижу и перед вами тут разговариваю я выступаю в качестве оратора со своей вот бурной речи вот ребята посмотрите какой тут латышский язык соответственно я бушу я буду кто я буду я буду руна то я потому что я говорю да я выступаю с речью руна то я почему потому что я ну как бы женского пола да когда у нас идет речь о женском роде мы ставим на конце а буковку да если у нас идет речь о мужском роде то мы на конце ставим букву с я надеюсь что это вы знаете да то же самое в глагол в латышском языке нет есть только мужской женский среднего рода в латышском языке нет да можно вопрос да да есть именно особый словарь где на латышке можно что ты имеешь ввиду что не поняла переводчик на латышке или надо нет словарь можно купить русско-латышский если ты имеешь ввиду именно вот как книжный переплет да в книжном переплете конечно есть такие словари в латвии они продаются не знаю как в других странах но если поискать наверняка можно заказать каким-то образом вот но можно да и я не что я ну да я например google translate тоже насколько я знаю он как бы переводит если нужны только отдельные слова то есть такой словарь multitran.ru там тоже есть латышский язык и на самом деле он мне нравится чем тем что на определенные отдельно взятые слова там очень много синонимов то есть действительно есть какие-то вот вещи казалось бы простое слово но тем не менее люди действительно которые создают этот словарь и не подбирают что это слово можно так перевести и так перевести и так перевести и в определенный момент у тебя рисуется картинка что оказывается вот это предложение которое тебе казалось изначально нелогичным теперь он звучит логично потому что ты вот нашел какой-то синоним либо еще какое-то дополнительное слово дополнительный перевод я вам потом напишу может быть в чате родителям этот сайт, чтобы они, ну, мало ли, кому-то понадобятся, да. Так, дальше, да, слово руна мы прошли. Кстати, кто-нибудь знает, что такое руны? Есть такое русское слово? Руны, я знаю, есть у викингов руны, руны – это такие знаки, которыми раньше писали. Да, и, в общем-то, ну, вот как мне, например, кажется, да, что, возможно, слово руна в латышском языке как раз произошло оттуда. Почему? Потому что это метод гадания, который предсказывает что-то наперед. И даже есть словосочетание «говорящие руны», да, то есть вот, ну, то есть может быть у кого-то ассоциация сработает, и вы запомните это слово еще как бы более так капитально, надежно, да, потому что ассоциативный ряд, в общем-то, примерно такой же. Хорошо, переходим к следующему слову. Мы проходили слово «мазгашина», да, но оно нам в прошлый раз не подходило. Не подходило почему? Потому что мы не могли сформировать с его помощью имя прилагательное. Потому что, если помните, мы вот эти ашина, да, я упоминала эти сложные суффиксы, и если я не встречаюсь в именах существительных, то у нас, ну, имя прилагательное, оно уже не работает по той схеме, которую я хотела показать. Но сегодня у нас как бы, поскольку мы изучаем как бы людей, которые это делают, да, у нас это все подходит, потому что у нас же есть слово «моющик», да, тут то же самое в алтышеском языке. Есть «мазгашина» – это мытье либо стирка. Есть слово «мазгат» – это мыть или либо стирать. Есть «мазгатайз» – да, это мойщик. Следующее слово у нас точно так же. У нас вот это было неподходящее слово, которое мы не могли сформировать имя прилагательное, но в сегодняшнем занятии, да, то есть когда у нас есть вот это ашина, у нас есть воспитание, аудзина ашина, мы можем что делать? Аудзинат – это воспитывать, и есть слово аудзинатайз, да, воспитатель. То есть вот в детском саду, например, у детей, у них аудзинатай – воспитатели. Или вот это «фракенбок» из «малыша» и «карлсона», она тоже воспитательная была. «Фракенбок» – да, еще какая. Вы любите детей, как вам сказали, безумно, да? Вот. Дальше у нас есть слово «дея», да, простое слово. Танец, без всяких сложных суффиксов. «Деют» – это танцевать, и «деютайз» – это танцор. Если мы будем говорить «дея», «тай», «я», то это будет танцовщица, да? Но никакие знаки долготы у нас никуда не уходят. Еще я прошу обратить ваше внимание на второй столбик. Если вы посмотрите на глаголы, то у нас окончания «от» над буковкой «о» знаков долготы у нас нет. И теоретически латышский алфавит как бы прописывает, что знаки долготы над буквой «о» у нас все-таки могут существовать. Но я вам скажу, что эти знаки долготы существуют над буквой «о» только в одном единственном случае, если вы утром проснулись и решили спеть «о-о-о-о». Вот тогда да, знак долготы. Все остальное работает без знака долготы. То есть над буквой «о» знак долготы не ставится никогда, кроме каких-то действительно частиц речи, когда кто-то там звуки тянет, да? «О-о-о-о», да. «О-о-о», зеленоглазое такси. То есть вот, да. То есть если бы это было написано на латышском, тогда бы над буквой «о» был бы знак долготы. В остальных случаях нет. Но если мы поговорим про слова, например, «руна», «от» «мазга», «таунзина», да, то тут смотрим, окончание глаголов «ат». То есть в окончании глаголов все остальные буквы всегда будут длинными. И буква «и», и буква «э», и буква «а», да. То есть, например, «рунат», «варить» и «варет». «Варит» – это «варить», «варет» – это «мочь». И над «и», и над «э», и над «а» всегда будет длинная вот эта вот черточка, вот этот знак долготы. Если мы это слово потом переформируем двумя существительное в человека, который это делает, этот знак долготы у нас никуда не пропадает, да, потому что он тоже сформировался от глаголов. То есть у нас будет два знака долготы, да, то есть «рунат», «рунат», «та», «йс», да, «мазгат», «мазгат», «та», «йс», да. И то же самое «алдзинат», «алдзинатайс», да. Все, иду дальше. Далее. Если мы говорим о новых наших словах, которые я сегодня давала, да, на слово «спелэ», «игра», что делать? «спелэ», «эт», и вот как раз у нас тот самый пример, когда у нас над буквой «э» в окончании есть знак долготы, да, то есть есть буква «э», и она длинная. Она длинная будет всегда, как я и говорила. Соответственно, если мы добавляем еще суффикс «ай», то есть человек уже игрок, да, что он делает? Он будет «спелэ», «эт», «айс». Ну, то есть вообще слово такое интересное, потому что на всех буквах у нас стоит знак долготы. Дальше. Бувэ, строение, да. Что делать? Бувэд. Опять видим в окончании буковку «э», «эт» будет длинная. Соответственно, если мы говорим про строителя, он будет «бу», «вэ», «тайс». И опять в этом слове у нас вообще так совпало, да, что над всеми буквами знак долготы, но опять-таки над буквой «э» этот знак долготы никуда не пропадает, а если мы ставим «ай», то он как бы еще один знак долготы у нас появляется, да, гармзиме. Это понятно, я надеюсь. Дальше. Бунгос, барабан. Бунгот – это барабанить. Здесь буковка «о». Буковка «о» всегда короткая, как я сказала. Однако человек, который играет на барабане, барабанщик, это будет «бунгот айс». И у нас появляется здесь знак долготы, да, ай. Дальше. Школа. Как я говорила, у нас школа в латышском языке является словообразующим словом, да. Вот, поэтому есть слово «сколот», это муштровать, обучать. Муштровать – это когда, ну, как-то так очень, вот прям строят детей, да, вот так всем по стойке смирно и побежали. Вот это муштровать. Вот, то есть такое суровое слово. Вот, и тем не менее, в латышском языке оно имеет место быть, да. То есть можно сказать «сколу». Очень похоже на… Муштровать похоже на маршировать. Да, похоже. Вот, но так или иначе, это вот когда всех действительно построили ряд и по команде быстро. Вот муштруют в армии, например, да, заставляют всех ходить с ровненько спинкой, да, с красиво, вот, с красивыми плечами, чтобы ножки обязательно, носочки врозь, да. У них красивая марширующая походка, действительно. Их учат маршировать, вот их муштруют. Да, то есть обучают, строго обучают определенной дисциплине. Вот это муштровать, да. То есть, если вы посмотрите, опять-таки, на русский язык, да, то у нас школа «обучать и учить» имеют, ну, обучать уч и уч, понятно, учеба и учеба, да, один корень, но школа как-то вообще выпадает, а в латышском языке нет. То есть у нас школа – это скола, это словообразующее слово, которое действительно формирует и глагол, и человека, который занимается данной профессией. То есть в школе у нас кто нас учит? Сколо-тайс, да, сколо-тайс, сколо-скола, можно так сказать, да, учитель учит в школе. Вот, таким образом, да. И опять буковка «а» у нас длинная, да, то есть суффикс, запомнили. По-латышски суффикс – это «педеклась». Вот, наверху написано. Листаю дальше. Есть еще, да, если помните, мы с вами изучали два таких слова «радить» и «радить». «Радить» – это короткое слово «создавать», «радить» – это «показывать». И получается так, что в латышском языке я как-то искала, искала, думала, думала, и я не нашла короткого слова, которое было бы словообразующим для слова «радить». Но у нас, например, в латышском, ну, вообще в латышском языке есть слово «даль раде». Да, то есть оно состоит, вот как у нас, пару ход, да, из двух, как бы, корней. Пар ходит, дальше там самолет, сам летит, да. То же самое, листопад, да, листья падают. То же самое здесь, есть слово «дальш», «красивый» либо «приятой внешности», да, говорят, вот «дайля мейтен», это значит, что она девочка. Мейтен – это девочка, да, то есть она такая вот, ну, очень-очень такая, ну, любо-дорого посмотреть, что называется. Даль, дайля, дайля, и девочка как? Мейтене. Далья мейтене. Да, дайля, 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 дайля мэнтеде. Дайля мейтене. Потом запишу, обязательно выучим все слова, я потихонечку даю, чтобы не было такого, что в один день я вам накидала слов, и у вас там каша в голове. Будем потихоньку на новых, на всех новых занятиях, у нас как бы построение будет такое, что мы будем брать какие-то новые слова, но в то же время постоянно повторять наши старые слова, да, для того, чтобы это, ну, чтобы они у нас осели, чтобы мы их не забывали, и чтобы мы потихоньку, потихоньку, потихоньку так вот красиво вплыли в латышский язык, и он у нас не вызывал никакой аллергической реакции, чтобы не было такого, что «ой, как тяжело, я ничего не могу понять». Нет, будем стараться потихоньку, потихоньку. Значит, так, дальше, да, красивой, приятной внешности. Есть слово «радует», да, как мы говорили, это слово «создавать». И если мы опять-таки объединим, как вот я говорила, по аналогии с русским языком, один корень и другой корень, то у нас получится «дальрады», да, то есть это создавать что-то красивое, вот, сотворение чего-то красивого, либо творчества, да, то есть когда мы говорим, что вот, это плод его творчества, да, то есть вот человек создал картину, там, какой-то вот сейчас, там, бисероплетин, еще что-то, да, то есть это все творчество, это все «дальрады». И даже «дальрады», кстати, в латышском языке означает в том числе художественную литературу, да, если что. То есть если мы говорим «дальрады с дарпс», да, какого-либо, ну, «дарпс» – это работа, да, то есть творческая работа, скорее всего, будет подразумеваться именно какое-то художественное, литературное произведение, да. И получается так, что, опять-таки, если мы берем вот этот корень «рад», да, то у нас получается «дальрады творчества», «рады» – это создавать, а «рады» – это творец-созидатель. То есть вот когда говорят, например, что, ну, вот, например, «Бог создал землю», да, мы говорим «девс рады и я зэми». И если мы говорим «кто он», то «винш ир рады и тайс», то есть он творец вот этого земли, да, то есть, ну, если мы там прибиваем это к библейским сюжетам, да, то есть таким образом. И есть второе слово «рады», которое я тоже не нашла на латышском языке что-нибудь такое схожее, но у нас есть слово, например, «из рады», да. Приставка «из» означает «вы», да, и, кстати, «из» она тоже может означать, точно так же, как и в русском языке, потому что есть, в латышском языке есть, например, слово «немт», да, «немт» – это «брать». Потом мы его выучим, не паникуем, но если мы говорим «из немт», то это будет либо «вынуть», либо «изъять», да, то есть «из» тоже, точно так же, как в русском языке, вот. И здесь, например, когда мы «вы», как бы что-то показываем кому-то вовне, да, «вы», то это выступление «из рады», да, вот, соответственно, выступление мы показываем, мы с радом «из рады», да, показываем выступление, и есть слово «рады» и «тайс». «рады» и «тайс» – слово, наверное, даже не относящееся к человеку, а скорее относящееся к… вот очень часто, например, когда изучаем физику или математику или химию, да, мы пишем, мы говорим, что это вот показатель роста, вот, например, сейчас, да, у нас детки рождаются, да, и мы, например, пишем, что у нас показатель рождаемости в стране увеличился, да, к примеру, и это будет «дим стейбос рады» и «тайс», да, то есть «дим стейб» – это рождаемость, потом выучим это слово, не паникуем, а «рады» и «тайс» – это как бы показатель, да, что-то, ну, это не совсем, скажем так, это не человек, да, это как бы, вот, какие-то цифры, вот, скорее всего, будут, но я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду, да, но обращаю внимание на знаки долготы. И в нашем слове «рады» у нас длинная буковка «а», которую мы изучили, и длинная буковка «и» в окончании глагола. И когда мы пишем показатель «рады» и «тайс», эта буковка «а» у нас не исчезает, буковка «и» у нас не исчезает, и мы еще добавляем суффикс «ай», в котором тоже длинная буковка «а». И опять у нас тот самый случай, когда у нас все три буковки гласные, все три гласные буковки у нас длинные, да. Дальше. Я хотела с вами немножко позаниматься, потренироваться, но для того, чтобы у меня это получилось, мне надо, чтобы вы выучили все-таки местоимение. У нас на первом занятии мы их прошлись, так быстренько пробежались, да. Я не могу сейчас прочитать. Хорошо, но на самом деле вы читаете глазками, я немножко буду объяснять, да, потому что нам осталось всего-то 23 минуты, на самом деле не так долго. Вот, потихоньку буду объяснять, да. То есть понятно, что есть местоимение «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы», «они», да. «Эс», «ту», «винь», «швиня», «мэс», «ю», «свиня». Но когда мы говорим, кем я являюсь, да, например, мы выучили сегодня слово «сколотайс», да, если я говорю про себя, и я девочка, то я «сколотая», соответственно, я буду говорить «эсэсмо сколотая», да, то есть я учительница, то есть кем я являюсь, да, на данный момент. Или «ту», «эсэ», например, «девочка», да, то, что я упоминала слово «мэйтэне». Я себе запишу это слово, чтобы я в следующий раз вам его дала обязательно. «Мэйтэне» или «виньшир зэнс», «зэнс» – это мальчик, да. Опять «виня ир», «она есть», «виня ир», «сколотая», «виня ир», «мэйтэне». Потом «мэйсэсэн», «кто мы есть?» Есть слово «бэрны», «дети», «мы дети», «мэйсэсэн», «бэрны». Или «юйсэсэн», «бэрны», да, «вы являетесь детьми», либо «винь ирбэрны». На что я хочу сделать акцент, как бы основное внимание. Посмотрите, пожалуйста, да, то есть для вот этого слова «быть», да, «буд», оно как бы в неопределенной форме, оно звучит как «буд», но когда мы его используем с местоимениями «эсту виншвини», «мэссюс вини», да, у нас меняется вот форма этого глагола. То есть если я, то «эсму», если ты, то «эсси», если он, она, то «ир», и они тоже «ир», «мэсэсэн», «юсэсэд». Да, это настоящее время. То есть мы не когда-то там были, мы есть сейчас, настоящее время. Вот. И если мы отвечаем на вопрос «кто это?» То есть обратите внимание, да, как только мы говорим о девочке, она будет «та». У нас в первых трех случаях это будет «это», просто «тас», девочка будет «та», и когда нас много, мы, они, вы, да, это «те». Почему это, почему я на это делаю как бы акцент? Потому что сейчас мы приступим с вами к практической работе. И я буду показывать картинки, и я бы очень хотела, чтобы вы по одному, пожалуйста, не перекрикивайте друг друга, да, чтобы вы отвечали мне на вопросы, да, то есть вот смотрели картинку, там будет дано имя, и будет дано слово, образующее какое-то имя существительное. И мы по этому слову должны будем определить профессию этого человека. Хорошо? Я иду дальше. Значит так, Марис, этого мальчика зовут Марис. Мы видим, что у него барабан, бунгос. Может, я второе скажу? Второе скажешь, я покажу пример, хорошо? Быстренько. Да, смотрите. То есть по такому же примеру вспоминаем, да, Марис, он, это «тас», да, «тас-ир», «винч-ир», кто он, кем он является, «винч-ир». То есть перехожу обратно на слайд на тот, да, то есть «винч-ир», «тас-ир», 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 «винч-ир», «винч-ир». Сейчас будем следующее изучать. Ой, как я так? Все уже показала. Вот, вот вообще. Ладно, давайте попробуем. Может быть, ты не успела увидеть. Про Еву кто мне назовет? Девочку зовут Эва. Кто она? Можно Кира? Хорошо, давайте Кира. Вы называйте свои имена, я буду потихоньку спрашивать. Кира, хорошо, давайте Кира. Сейчас страдку откроем. Тас, Ира. Да, девочка будет та. Единственное, когда исключение, да, девочка будет та. И Эва. И Эва. Вина. Ира. Девочка у нас с буковкой «А» на конце. И старайтесь произносить тоже длинно. Дэй, о, та, я, да. То есть, когда у нас в латышских языках ударение всегда идет на первый слог, но мы, когда есть знаки долготы, мы все равно их стараемся тянуть. Да? Дэй, о, та, я. Да, по-латышски это звучит. Хорошо. Я перехожу дальше. Так, называйте мне имя. Какое первое услышу? Кира уже нет. Ника. Ника. Я хочу. Вика. Так, вот тот, кто первый был, а который второй кричал «Я хочу», тот у меня следующий, следующую картинку. Лена. Скола. Пытайся. Та, Ир, Лена. Лена. Скола Тая. Супер. Так, следующий мальчик, который кричал «Я хочу». Это я. Да, я поняла. Та, Та, Ир. Нет. Нет, мальчик будет Та. Та, это мужчина. Та. Мужина будет Та. Та, Ир, Джанис. Янис. А Янис? Виньш и Буве. Буве Таис. Буве Таис. Да, строитель. Буве – это словообразующая. Первая табличка, которая показывает, да? Буве Таис. Да? Понятно? Теперь я. Да. Да, теперь я, кто сказал, девочка сказала, давай, девочка. Виньш и Буве Таис. Да. Я просто не вижу, я вижу только презентацию. Хорошо. Та, Ир, Валдис. Да. Винь. Ир, Руна. Руна. Да, Руна. Таис. Та, Ир, Валдис, Виньш и Руна, Таис. Да? Потому что у нас Руна. Рунат. Руна Таис. Он оратор. То есть человек, который у нас там, ну, как я, наверное, сидит и что-то там жестикулирует и требует от кого-то. Дальше. Я. Я. Кто? Мне не говорил еще? Аурелия. Аурелия. Давай, да. Давай. Таис и Юрис, Виньш и Р Сэнэ Таис. Сэ-Ньо-Таис, да? Потому что слово Сэ-Ньот кодарит. Что делать, да? Сэ-Ньот, Виньш и Сэ-Ньо-Таис, да? И опять, буховка А глинная, да? А, у меня галочки. Можно вопрос, а почему тут под Н всегда такие закорючки маленькие? А, маленькая закорючка – это знак мягкости. То есть есть буква Н, а есть буква Нь, да? То есть звук как бы Нь, он такой мягкий. То же самое можно и под... А под С? Что? Под С, например. Под буквой С у нас не бывает таких закорючек. У нас бывает вот эта буковка галочки, птичка над буквой Ш, на буквой С, да? Это буква Ш будет. Я на первой презентации, на первом уроке я показывала алфавит. Если мы сейчас пораньше закончим, я вам быстренько его еще раз покажу, да? И мы пройдем опять по всем звукам, хорошо? Быстренько. У меня есть эта презентация, мы сейчас это закончим. Если нет, тогда мы на следующем уроке вернемся к этому вопросу. Но если внизу вот это вот как запятая, да, то это знак мягкости, да? То есть у нас вот, например, есть буква К, а есть буква Ч, да? Вот эта К, она как бы между произносится, между К и буквой Т, да? Что-то такое мягенькое. Ч. Вот, у нас есть буква Л, есть буква Л, да? Вот, ну, звук, да, я имею в виду, именно вот с этой запятой. Если ты видишь галочку, то галочка тоже, например, есть С и Ч, да? С, Ч. Галочка над буквой С означает, что это буква Ч. Галочка над буквой С означает, что это буква Ш. Если галочка над буквой Г, например, да, то это буква Д, да? То есть между Д и Г, так она произносится. Вот. Так, я пойду дальше. У меня здесь ошибка, да? То есть над словом «винь» тоже у меня должна быть галочка, да? Над буковкой «с». Вот здесь, там, где вот этот юрис. Там я почему-то не написала. Напишу, исправлю. Дальше. У нас девочка, которая рисует картину. Кто мне отлично? Может, Кира? Да. Может, Кира? А Кира же уже была, нет? Вот я вижу, Варвара есть. Варвара, не хочешь мне ответить? Хочу. Варвару. Варвара, отвечай. Это так. Таир, Катрина. Да. А я могу быть после Варвары? А мне кажется, этот мальчик уже отвечал, нет? Давайте кого-нибудь учу. Давайте еще кого-нибудь. А? Матфей. Давай, да. Ты точно не был, мне кажется. Таир, дайга. Виня, ир, мазго, тая. Мазго, тая. Да, здесь буковка А не пропадает, как в слове мозга Ашина, мозгат и мозгатая, да? Но молодец, правильно, да? Так, дальше. Дальше наша нелюбимая тема – это тема глаголов. В прошлый раз мы проходили слова «варит», там, где «и», да, длинная. И там немножко по-другому звучали глаголы. Почему? Потому что не было вот этой вот вставочки «ой», «ай», да? А сейчас она есть. То есть вы не можете сказать «эсэню», да? «эсэнюю», «что я делаю». Да? Если, например, в слове «варит» или «варет», да? Вы говорите «эсвару» или «эсвару», да? То есть здесь «ой» добавляется «эсэнюю», «эсглэзною», «эсмазгаю», «эсрунаю». В принципе, на самом деле, глаголы в латышском языке достаточно сложная тема. Почему? Потому что, несмотря на то, что у них там масса спряжений, и вроде бы для них есть правила, у них всегда есть исключение из правил. Вот, и честно, я считаю, что это достаточно большой объем информации для того, чтобы его удержать в голове. Действительно, практически невозможно. Но со временем вы будете определять на слух, что оно как бы, ну, не совсем логично. То есть «эсэнюю», ну, как-то, наверное, не очень логично звучит. А вот «эсэнюю» – это да, это уже логично. Форма глагола – это настоящее время, да? То есть мы в прошлый раз изучали настоящее время, и мы от него пока что не уходим никуда, да? Мы не говорим ни о будущем, ни о прошлом. Мы изучаем то, что мы делаем сейчас, да? То есть я пытаюсь как бы соблюдать эту колею, чтобы у вас не было опять вот путаницы. Соответственно, если мы говорим про слово «сэнюот», да? Слово «сэна» мы помним, «гриб». «Сэнюот» – это собирать грибы. «Сэнюю», «ту» – «сэнюот», «виньшвиня» – «сэнюот», «мэс» – «сэнюот», «ям». Опять вспоминаем, да? То есть если мы говорили про слово «вару», да? «Мэс» – «варам», то есть там, где «я», там было «у», и здесь тоже «у». Если «мэс» – «мы», то «мэс» – «ам», «ам». Если «вы», то «ат» – «ат», да? Что делаете? Делаете. И самое интересное, что когда мы будем переходить, скажем, изучать прошлое время, вы увидите, что там всего-то знак «голготы» добавляется, и больше ничего. И это как бы принципиальная разница. Вот. Но с одной стороны это облегчает задачу, с другой стороны, ну, если путаться, то, конечно, тяжело. Но мы будем стараться делать так, чтобы не путаться. Вот. Соответственно, «глэзно» – это писать картину. Я пишу картину. Ты «глэзною», ту «винь швиня» – «глэзно», «вини» – тоже «глэзно». И опять только «мэс» и «юз» отличаются, да? «Глэзноя» и «глэзнояд». Дальше. «Мазгат». «Эс» – «мазгаю», «ту» – «мазга», «винь швиня» – «мазга». И видите, там, где «а», вот этот знак уходит в буковка «а», ой, буковка «т», а знак «долготы» остается, да? То есть такой вот момент. Но опять, что удобно, что опять «ам» и «ат» для «мэз» и «юз». И «я» тоже буковка «у». И то же самое у нас со словом «рунат», да? «Рунаю», «руна», «руна», «руная», 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 «ты», «руна». Так, перескакиваю дальше. Будет слайд, немножко повторите. Я думаю, что, ну, потихонечку-потихонечку мы войдем как бы в этот ритм. Практическая работа. Практическая работа. Если вы помните, мы всегда старались под конец, под занавес нашего как бы урока строить какие-то предложения из тех слов, которые мы уже проходили. Если хотите, вы можете мне их поназывать. У нас есть еще 8 минуточек. Ну, даже не 8. Да. Да, можно. Я являюсь живописцем, да? То есть, ну, а если ты говоришь «эсэс», «моглазнула», «та», «я», это значит, что ты девочка, да? То есть, как бы здесь правильно. Да. Да, это кто-то, может быть, еще хочет что-то? Я. Да, слушай внимательно. Боже, как громко. Типа тише немножечко. Да, слушай внимательно. «Эс» бралцу, ану, машину. Отлично, новое слово, да? Мы его еще не проходили. Я его выделю красным. В следующий раз мы его выучим. Дальше. Можно мне? Да, пожалуйста. Ну, допустим. А можно я потом, после этого, тоже еще раз? Можно. Только, вот, кто говорит, сформулируй, может быть, мысль на русском языке, и тогда я поправлю, хорошо? Я забыла, как учитель будет. А, «сколо тая», «сколо», «сколо тая». Что имеется в виду, я могу быть учителем? Да. «Эс вару буд», да? «Я могу быть», да? То есть в русском языке это тоже неопределенная форма глагола. «Эс вару буд», «сколо тая». Да. Ясно. Можно я следующую? Да. Катис, катис, узлогу. Катис, катас, узлогу. На окно. Или в окно он смотрит? В окно. Ну, как бы, можно посмотреть, если он смотрит на окно, то это узлогу. Если через окно, то по логу, да? Но мы эти слова еще не изучали. То есть вообще ни одной из них. А я могу? Да, пожалуйста. «Эс раду маю». «Мая» это «дом». «Дом», слово «дом». Я показываю «дом». Хорошо. Слово «дом» мы тоже не изучали. Мы его изучим. Обязательно. Можно мне сказать? Можно. «Эс пээлэ ю аэрдрауден». Так, у меня все тут знают попресткий язык. Я поняла. Сейчас у нас будет куча новых слов. Еще и предлоги. Буду вас мучить на следующем занятии. Да, можно. Можно. «Эс». «Эс...» «Эс эсэмглэс нотайя». «Эс эсэмглэз нотайя». «Эс эсэмглэз нотайя». Ну, здорово. Я думаю, интересно, кто-нибудь мне скажет другое местоимение или нет? Кто-то сказал. Умница. «Эсэс эсэмглэз нотайя». Ну что, я предлагаю, на самом деле, закончить, да, если хотите, вы можете мне прислать какие-нибудь... Можно я скажу? Ну давайте, давайте, все, еще три предложения. С лидо на... С лидо на... Эликоптери. С лидо ю ар, да? Да. Эликоптери. Солёт. Можно я? Можно я. Еще два, мы договаривались, что три, хорошо, потому что уже следующее занятие, мы немножко задерживаем, уже люди в зале ожиданий сидят. С лидо ю ар, лид маши ю. Да, супер, здорово. Это тоже новое слово. Можно я. Можно. С... 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 Силекс. Еще одно новое слово, хорошо, еще и девочка и мальчик у нас будет потом. Можно я? Нет, все, давайте, ребята, пожалуйста, я очень извиняюсь. Вот, огромное вам спасибо, что вы пришли, вы большие умницы, мне очень приятно, что вы все работаете, что... Да, все, просто уже время, ну, почти-почти уже, две минутки осталось. До свидания. До свидания. Вы покажете алфавит? До свидания. Алфавит покажу на следующем занятии обязательно, да? В следующий раз начну занятие с алфавита, да? Следующее занятие в это же время, в четверг, да? Я вас жду всех, приходите, хорошо? Хорошо. Поздравляю вас. До свидания. Да, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!